Бездомность – одна из глобальных проблем человечества. Число людей без определенного места жительства растет не только в бедных странах, но и в экономически развитых. Разные обстоятельства приводят людей в эту касту неприкасаемых, и мало кто возвращается к нормальному существованию. В городе Надбугом такие люди тоже есть, и если в теплое время года их редко можно увидеть, то с приходом холодов они собираются в разных местах, где испытывают судьбу и пытаются отогреться. В целях поддержания общественного порядка на рядом и патрульно-постовой службы милиции Ленинского РУВД города Бреста на постоянной основе в дневное время суток осуществляется патрулирование Брестского автовокзала. В ночное время данная работа проводится с сотрудниками отдела департамента охраны. В случае выявления лиц, ведущих о социальном образ жизни, состояния алкогольного пенения в отношении последних применяются меры административного воздействия. Если гражданин не имеет места работы, информация о данном факте направляется в местные исполнительно-распорядительные органы для организации прохождения им комиссии по трудоустройству. Да, Брестский автовокзал – визитная карточка города. Красивый, чистый, уютный, отличное в кавычках место, чтобы скортать время и погреться. Именно так считают некоторые бездомные. Но их счастье не может длиться вечно. Патрульные не дремлют, сохраняя чистоту и правопорядок на местах. Это подтверждают и пассажиры, которые пользуются услугами автовокзала. Я пользуюсь услугами автовокзала каждый день, потому что я добираюсь с пригорода на учебу. Поэтому каждый день, несколько раз даже бывает, я пользуюсь услугами автобусов, маршруток. То есть все непосредственно через автовокзал. Поэтому здесь часто находимся. В плане внешнего вида здесь все супер. Даже многие приезжают гости наши, зарубежные. Все говорят, что очень красивый автовокзал у нас построили. Ну, такой вот типа под европейский стиль. Поэтому в этом плане, да, здесь все очень даже хорошо обустроили. В плане ожидания, ну, в принципе, неплохо, если нету каких-то вот людей, которые такие, знаете, типа бездомных и все такое. Вот они немножко, конечно, портят впечатление. И, ну, здесь сотрудники работают, поэтому их чаще стараются как-то отсюда подальше держать. Мы с Полоцка. В Брест мы приехали второй раз в жизни сдавать паспорта российские. Поэтому, ну, мне все нравится, очень прекрасно. Вообще в нашей Беларуси это лучше нигде нет. Чем в нашей Беларуси. Обслуга очень хорошая. Места мягкие, прекрасные. Ну, и вообще мне нравится все, если честно. Автовокзал нравится. Все время пользуюсь этим автовокзалом. Места здесь мягкие, хорошие. И комфортно, чисто, уютно. Доброжелательные кассиры и персонал, который выбирает здесь. Всем довольны. Да, автовокзал красив и удобен. Здесь есть все условия для комфортного ожидания. Несколько точек общепита, мягкие сидения, камера хранения багажа, обменник. Ежедневно работает 7 касс. А с недавнего времени установлен терминал для электронной покупки билетов. Пропускная способность автовокзала сегодня составляет 5000 пассажиров в сутки. Также вокзал способен обслуживать до 500 рейсовых автобусов и маршрутных такси. Ежесуточно в кассах реализуется до 3000 билетов. Иногда и более. Рейсы осуществляются сегодня в междугородном сообщении, в международном и в пригородном сообщении. Это порядка 360 рейсов сегодня осуществляется с вокзала. Но есть одно «но», которое портит не только внешний вид здания, но и комфорт граждан. Люди без определенного места жительства иногда выбирают это место в качестве пристанища. Но благо, ненадолго. Патронные службы работают быстро и четко, и человека определяют в отделении ночного пребывания для бездомных. Отделение рассчитано на 12 человек, то есть 12 койкомест. Из них 4 койки предусмотрены для женщин, 8 из них это мужчины. Но в среднем в месяц проживает от 10 до 12 человек. Бывает и по максимуму, то есть загруженность до 14 человек. Для того, чтобы попасть в наше отделение, мы взаимодействуем с субъектами профилактики, то есть это и районное управление внутренних дел, и учреждения здравоохранения, и общественные организации, которые оказывают лицам без определенного места жительства помощь, такие как Красный Крест и Белорусский Союз Женщин. После того, как они прибывают сюда, мы проходим медицинскую комиссию с ними. И когда врач-терапевт дает заключение, что он может проживать в общежитии, мы поселяем здесь лиц без определенного места жительства, которые не имеют регистрации, или которые освободились из мест лишения свободы, утратили социальные связи, не имеют регистрации. И здесь мы им оказываем помощь в изготовлении документов, если кто-то утратил документы, в трудоустройстве на работу, в установлении группы инвалидности, если у человека есть какие-то физические недостатки, которые требуют для установления группы инвалидности, получение пенсии. Среди тех, кто проживает в отделении ночного пребывания для бездомных, 57-летний Андрей Ткачук. Сложная жизненная ситуация привела сюда этого мужчину. Родной брат выгнал его из квартиры, ближайших родственников нет. На работу устроиться не может инвалид второй группы. Хорошо хоть не приходится выживать на улице. Я проживаю с прошлого года, 4 сентября. Мне здесь нравится, очень хороший уход. Чистое белье, чишка. Раз в две недели меняют. В ванной есть, туалет. Отделение ночного пребывания для бездомных на контроле не только у социальных и правоохранительных служб, но и власти. Ведь проблема определения бездомных людей важная. У центра есть определенные задачи. Задача не только, чтобы они здесь проживали. И различные службы в виде православной церкви, в виде Красного Креста им оказывали какую-то помощь в кормежке, одежде и всего остального. Задача номер один – это социализировать данный граждан. То есть, если у них нет документов, значит, отделение помогает этим людям получить документы. То есть, паспорт. Они их, если требуется какая-то медицинская помощь, безусловно, оказывают медицинскую помощь. Если видят, что есть проблема со здоровьем, и данному человеку есть положенная группа инвалидности, центр помогает пройти вот эти все этапы, получить группу инвалидности, чтобы у них были какие-то средства для дальнейшего их существования. Виталий Константинович, три года. Центр существует, отделение. Уже вы говорите о том, что проделана такая масштабная работа. Есть ли планы на будущее? Что бы хотелось еще изменить, улучшить? Можем ли мы про это говорить? Поддержание данного центра в хорошем состоянии, то есть, тоже находится на контроле у города. И сегодняшний визит меня сюда, да, то есть, это в том числе, то есть, изучить именно ту ситуацию при наступлении вот похолоданий, то есть, как центр работает, какие есть проблемы у центра, чем нужно помочь центру, чтобы здесь было и уютно не только тем людям, которые сюда приходят, да, на ночлег, но и, безусловно, тем людям, которые работают непосредственно с ними. Порядка 60% бездомных людей социализируются и пробуют жить нормальной жизнью, а значит, шанс на хэппи-энд, пусть и маленький, но есть. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова